Организация досуга для сельских жителей Артёмовского городского округа на платной основе вызвала недоумение у депутатов Думы Артёмовского городского округа и ряд вопросов к управлению культуры администрации. Как отметил депутат Алексей Пестовский, сегодня в сельских учреждениях культуры ситуация сложилась абсурдная. Участники мероприятий, чтобы выступить, должны заплатить за свой вход в клуб. Платная основа, меня больше всего беспокоит, это всё-таки мероприятия, осуществляемые на платной основе. Значит, любые мероприятия в сельской территории, я, наверное, с этим тоже буду бороться. Почему? Которые происходят за счёт коллектива этих центров досуга, значит, центр клубной системы ставит это платно. То есть, есть там, я так понимаю, что определённый вид деятельности, и должны это всё проводить платно. То есть, любое мероприятие, это доходит до абсурда, я, допустим, там выступаю, и с меня же за это мероприятие я ещё должен заплатить 50 рублей. Чтобы я туда зашёл, выступил. То есть, это вот реально абсурд. Я понимаю, если там мероприятия проводятся, приглашённые какие-то артисты, всё, да, платно можно. Почему те мероприятия, которые проводятся за счёт работников учреждения культуры, которые получают заработную плату, проводятся на платной основе? Я тут уже, Леонид Борисович, задавал меня один раз вопрос. Всё отсылаю к тому, что есть план-график вот этих платных мероприятий. И там и так никто практически не будет, там и так заняться нечем. И все мероприятия практически проводятся на платной основе. Это очень возмутительно. По словам специалиста Управления культуры администрации АГО Ларисы Бобровой, план-график по проведению платных мероприятий действительно существует. Но на бесплатной основе мероприятий проводится намного больше. У нас по кроссам всего проведено 228 мероприятий, из них 28 платных. То есть основное количество мероприятий проводится всё равно на бесплатной основе. Нет, объясните, платные мероприятия за счёт работников учреждений культуры или за счёт того, что они приглашают туда какой-то коллектив, пригласили выступление, народ собрался? Платные мероприятия – это те, которые у нас не финансируются из бюджета. Они у нас идут помимо муниципального задания. Конкретно скажите, какие вот мероприятия? Они подготовились, всё, а родители говорят, я не могу прийти, потому что 50 рублей, для меня это деньги. И вот у нас пустой зал, выступают, там 10-15 человек сидит и всё. Хотелось бы прийти больше. Сам подход к организации досуга сельских жителей депутаты воспринимают как несправедливость. Я сегодня говорю за такие мероприятия, как День посёлка. День посёлка – это одно, получается, мероприятие в Красной России, только проводится летний период. Такое общественное общество работает и проводит мероприятие в рамках своего муниципального заказа, различные мероприятия. Там у нас хорошая команда, вы знаете, прекрасно. Это одно, это одно, я говорю за такие крупные мероприятия. День посёлка на Булнаше есть, у нас есть. Дальше, что получается, на Булнаше есть, сабантуй праздник, 150 тысяч отводится. А у нас на День посёлка на единственный праздник, такой, как говорится, будем говорить, ну, будем, крупный что ли, общественный. Сколько всего средств отпускается? Ну, мы же дали информацию, я сейчас не упомню. А у нас основное население в Красногорецке, русские, а им вообще что ли ничего? Так нет, у нас Масленицу проводят. Ну, сколько отручено 20 тысяч на Масленицу, кто там пришёл на этих 20 тысяч? Ну, давайте поработаем, поясни. О, надо поработать, я вот как раз про это, что надо поработать. Не надо забывать красногвардейские, понимаете? У них есть задание, а то как будто сыр с маслом, а нам так, чай без сахара получаться. А то День посёлка, у нас очень берем, Масленицу ничего, и всё, а там зима. И что получается, по одессе, сдержим в городку, Влада Миноградов пришёл, организовал, получаться. А то и ёлка там в зонтах стояла, а бодранная у вас. Слышим, что на самом деле эти мероприятия не проводятся в сельских населённых пунктах, летом, и урезается тот же самый Савантуй, урезается. Это просто непонятно мне. Миллионы тратим на День города, а тут какие-то 50 тысяч мы зажимаем в кулак и как бы в отместку, что ли. Депутаты попросили заместителя главы администрации по социальным вопросам Сергея Темченкова подготовить для них информацию о том, сколько собирают учреждения культуры района средств с помощью платных мероприятий и где оседают эти деньги. Это как раз праздников касается, потому что к депутатам и предпринимателям обращаются на призы, на это, на это, на это. Ну, по-моему. У них джин, который идёт через клубы. Да, да, да. То, что, как Сатири Михайлович, сколько собирается и сколько возвращается потом. Возвращается вообще нет в денежном эквиваленте. Депутат Геннадий Виноградов, затронув тему организации работы Совета ветеранов, попросил навести порядок и в этом плане. Вот вопрос такой. У нас сегодня, на нашей территории, в Красногвардейске, есть Совет ветеранов, обозглавляет его человек с 16 округа. Вот мне вот это не нравится. Пускай она в 16 округе. Да, да. В 16 округе там организовывают. У них там проблем нету, что ли, в 16 округе. Почему она в 17 округе у нас сидит? С основой работы Красногвардейска. На вас там нужно объединить. Вот если когда обвиняют, пока еще не обвинили, округа разные, да, она бы убирала, получается, Культикова, да, пришел сюда Виноградов, она у Виноградова работает, понимаете. Ну, я вот пришел как депутат, я вижу, что мне вот это не нравится. Я считаю, что она должна уйти на свою территорию и заниматься там этой работой активно, все нормально. Я думаю, Культиков родюханик будет, если она к нему перейдет. Она мешает, что ли, как-то? Мне, мне, она не только мне мешает, она, нашим избирателям мешает, туда не идут люди, понимаете, Сергей Борисович, потому что она там. Они не хотят с ней работать. Нормальные, толковые люди есть, понимаете, они хотят, но пока, говорит, она, мы туда не пойдем. У меня с ней никаких вообще нету, будем говорить, контактов. Я депутат. Мне зачем эти разногласия? И нам все кружит и кружит, там забрание, то, другое. Ну, тут, я считаю, просто непорядок. Раз непорядок, где он надо вести, разобраться с этим непорядком. Геннадий Александрович, мы ваше мнение услышали, значит, есть. Получается наше мнение, а сейчас у нас, получается, у каждого свое мнение. Я считаю непорядок, я 17-м округе депутат, которому народ меня избрал. Я вам конкретно говорю, у нас есть непорядок, с ним надо забраться. Вы вот просто на скидку посмотрите. Она не в своих санях сидит, не в своих санях. Поправьте это положение. Пересадите ее в свои сани. Здесь у нас свои найдутся, понимаете? Кроме того, по вопросу сельского клуба депутат сам предложил решение проблемы. Сегодня ситуация с учреждением культуры поселка сложилась следующая. Здание клуба арендуется у кранового завода, который увеличил арендную плату. Говоря о дальнейших перспективах развития учреждения, Сергей Темченков сообщил, что прорабатывается строительство нового на площадке бывшего клуба «Химика», что на окраине поселка. Вы о чем говорите? Вы как будто опять несу разницу говорите. Вот химик, я понимаю, кто вам вопрос. Я ничего не гаражу, я говорю. Сносить, 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 сносить. И дальше там не обстроить. Он же уже планирует там строиться. Я еще раз повторяю. Прорабатывается вопрос. Я не говорю, что там сыграемся строить. Прорабатывайте, вы поработаете. Проработайте эту территорию. Мы обратились в очередной раз к руководству вот этого завода, чтобы нас передали клуб, который мы сейчас арендую. И мы в очередной раз получили с Еленой Борисиной отказ. Отказ. Давайте я вам скажу. Вот есть дом будет в центре. Я его откупил. Я предлагаю, задаром вам отдам этот клуб. Уберите. Допустим, материалы я забираю. Депутаты дружно отметили, что в администрации вопросы прорабатываются, а с ними никто не советуется. Они до последнего остаются в неведении. Собственно, и жители лишаются права своего голоса. По всем возникшим вопросам к управлению культурой администрации народные избранники попросили подготовить ответы, чтобы вернуться к этой теме – организации досуга и обеспечению жителей, проживающих в сельских населённых пунктах, услугами организации культуры на ближайшей думе.